Расскажу вам очень интересную историю. В общем, я стал разбираться. Значит, была такая компания Carnival Cruises, sorry, не Carnival Cruises, а Alaskan Airline, CAL. В общем, один раз я смотрю, нефть улетает вверх, то есть просто там 100, 110, 120, 130, 140 долларов, когда, помните, там персидский конфликт был. А акции CL, Alaskan Air, они идут вверх. Я сижу, думаю, ну что-то тут не то, такого быть не может. Когда нефть идет сильно вверх, то в первую очередь компании, грузовые, авиалинии, круизные компании, они всегда идут вниз. Я сижу и думаю, что такое. И я начинаю копать. Запомните одну очень интересную вещь, что трейдинг, трейдинг, он вас научит, как правильно вообще понимать, что происходит в мире. Потому что рано или поздно, если вы захотите что-то сделать со своей судьбой, которая будет принадлежать рынку, а вы должны понимать, да, что вы будете принадлежать рынку. Не рынок будет принадлежать вам, а вы будете принадлежать рынку. И, в общем, это очень интересная история была. Я начинаю разбираться, что произошло с этой авиалинией. В общем, я когда начинаю, смотрю всю информацию, оказывается, у Аляскана Аэрлайн были очень сильные трейдеры, которые сидели и в свое время закупили фьючерсы на нефть, когда нефть была еще там по 50-60 долларов. Можете себе представить. То есть, у больших компаний фьючерсные контракты, они поставочные. То есть, что это значит? То есть, если, например, контракт экспорируется, компания имеет право закупить поставочные баррели нефти себе, да, закачать. И, естественно, они очень часто спекулировали на том, что покупали, например, нефть. Либо компания закупает нефть там по 140 долларов, но к этому времени уже купили по 60 и уже заработали кучу денег. Поэтому вот так вот очень часто вы должны понимать, да, что рыночные ситуации, рыночные ситуации, они не такие простые и понятные, как многие люди пытаются понять. Но, но, если бы я не понимал график, если бы я не понимал рыночную конъюнктуру, скорее всего, скорее всего, я бы не понял вообще, как устроен рынок. И, наверное, эту ситуацию бы никогда в жизни не понял. А потом я просто стал понимать, что у каждой крупной компании есть свой деск и Пеги Рид, она подтвердила эту ситуацию, там, и у Кока-Колы, и у Пепси-Колы, и у Лексуса, там, и у Тойоты, и у Ходок. У всех у этих компаний есть свои дески, где сидят трейдеры. Ну, не такие классические трейдеры, как мы, это в основном хеджеры, где крупные компании пытаются хеджировывать. Например, вот представьте себе такую ситуацию. Японская компания продает, слава Богу, за доллары, продает за доллары свои машины, да, например, в Америку или там в другую любую страну. А за последнее время вы видели, да, что японская иена очень сильно обнищала. Японская иена потеряла, там, 20%. Что это значит? Что они получают вот эти доллары, слава Богу, что они получили там выручку в долларах, да, если они конвертируют в японскую иену, то, по сути дела, они там бесплатно продали эти машины. Вот это очень и очень важный фактор, который надо понимать. То есть там сидят такие же трейдеры, которые смотрят на графики, которые начинают понимать, которые начинают хеджировать, то есть они знают, какой поток денег, сколько приблизительно компаний, то есть у них есть вводные определенные, сколько компания будет продавать приблизительно. И вот с этими деньгами они начинают работать.